Мы подобрали то, что не ушло, не разбежало в России, потому что очень многие просят, Георгий, дай с возвратом. Ну, конечно, возврат не получается. Но, тем не менее, вот это наша керамида. Я ее очень не просто люблю, я считаю, что это материал, ну, опять, не 21 века, а и 21, и 22 века, и так далее, и до этого он был. Но то, что сегодня удалось достигнуть, благодаря тем технологиям, тем агрегатам, это, конечно, сегодня очень перспективность целого ряда позиций. Во-первых, у нас не идет речь о производстве кирпича и тупой вот этой карты. Речь идет о том, что мы сегодня достигли при наших возможностях прочностных, мы достигли того, что позволяем себе делать пустотность материала до 90%. 85-87 это надо. За счет этого имя? За счет этого имя? За счет этого имя? Да. Ну, во-первых, давайте считать так. Если я вместо 10 кирпичей ставлю один блок, но у меня на эти 10 кирпичей, условно, идет полтора кирпича по массе, это уже экономит. Дальше я не прожидаю эту сырую массу, не выдавливаю из нее воду и так далее, я всего-навсего уже остекловываю материал, то есть он у меня сухой практически, проходит через пресс, получается блок, и я имею 10 кирпичный блок, или 20 кирпичный. При той геометрии, которую мы имеем, нам не нужны растворы, нам не нужны бетоны, нам не нужна вся эта, извините, дурь при производстве кладки. Вот яркий пример перед вами. Так уходить не надо. И здесь, где идеальная геометрия, и где мы шва с вами просто не имеем. Ну что, давайте считать, если у меня допуск 1,1 мм на шва, гладко, идеально, подрубать не надо, ничего не надо. То есть формовкой тоже исправить? Все, и получаем идеальную геометрию. Дальше мы его складываем, здесь находим, склеиваем, и все. Мы из керамиками делаем любые, любые профили. Все виды профилей. Это совершенно мило, все зависит от того, какую матрицу мы поставим на их труду. И профили тоже с замками. Да. Если можно, то конечно с замками. Для меня, для Зотчева, это крайне удобная и интересная вещь. Почему? Потому что то, во что нас сегодня вбивают в жилье, в мебели, в одежде, это идет демонстративная линейность, демонстративное упрощение мышления и зрительное восприятие. Хотел бы я посмотреть на того, кто бы женился на стиральной доске и спал бы с ней. Что бы с ним было через неделю. Кстати, говорю об этом совершенно серьезно. Все, ведь за что мы вас любим. Так вот, возьмите самые даже сложные времена в истории России. Вот даже вот этот домик. Ну, строил человек для себя. Скромный домик. Но в нем с любовью выложены арочки, сделаны наличники, сделаны подоконники. То есть человек понимает, что жить можно только в красоте. Кстати, даже просчитал по физике вот это положение красота спасет мир. Совершенно идеальная математика получается. То есть, получается, что глина приобретает любую форму, а прочность остается? Глина приобретает любую форму, а прочность выбирается по той программе, которая нам необходима. Облицовочный материал высокопрочный, фундаментные блоки высокопрочные, черепичные высокопрочные. Вот поэтому материалы. Вот поэтому? Значит, это варианты, варианты вспученной или пеноглины. С самыми разными вариантами добавок. Здесь очень большое количество зуб. Здесь их меньше. Но это больше теплоизоляционный материал. А вот это больше материал для очистных сооружений. Очистные сооружения. Это емкости различной, различного объема. Ну, в принципе, для любой усадьбы достаточно 2,5-3 кубы. Это солнечная норма. Хотя кто ее установил, я думаю, что ее установил в водоконал, чтобы больше собирать ее за установленную мощность. Это заселяется определенными видами бактерий. И за сутки практически эти бактерии съедают всю дрянь, которая к ним попадает в водичные сооружения. Дальше вода или идет на дальнейшую очистку. И воду питьевой без проблем. Или она идет на местное орошение. Можно сделать бассейн из этой воды и купаться в ней совершенно без морей. Это идеально чистая помощь. В принципе, это для водоконалов очень полезная вещь. Почему? Потому что химикат вы не используете для чистой. С водоконалом это отдельный разговор. Хотя, в принципе, да, и мы могли бы уменьшить объемы. Я могу сказать так. Вот мы вспоминали гостиницу. Я уже не помню, как они называются, но тем не менее. Значит, я им сразу предложил. Говорю, ребят, давайте так. Я вам уменьшу объем очистных сооружений на порядок. У них там где-то гектар 10-11. Я говорю, на порядок я вам гарантирую. И при этом вы никогда не будете не переполняться. И будете еще иметь идеально чистую воду для собственных подсобных. То есть это очень интересно. И при помощи этих бактерий можно убирать любые химические стойкие и вредные отходы. Вплоть до гептила. То есть получается из отходов делают полезные вещи. В принципе, зон, 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 зон. Я прошу прощения. Вот для меня понятие отходов не существует. Но это современное. Это современное понятие, когда мы сделали заставное другое отходов, у нас вагон. Нет вагона. Нет отходов. Все, что... Вот у нас один из наших умников разработал технологию создания дорожного полотна. Из чего? Из отходов. Субеси, сугринки, пески. Затем шлаки и зоны, в которых у нас миллиарды тонн лежат. И экологические вредные отходы. Это кислотные вещи в очной и сливы. Отпрыгивают. А получается какой интересный материал. Получается материал, который с годами и не стареет, и не трескается, и не высыпается. А он с годами упрочняется. Молодею. Первый в 1,9 раза, второй в 1,7, третий, как сказать, 1,4. То есть он с годами становится прочнее. Климатические условия. А климатические условия нам на них, грубо говоря, мы не очень обращаем внимания, потому что подложка полотна делается на основе вот таких сеток. И когда мы их вот так прокладываем между собой, значит, как бы там полотно не было, армирование невеликолепное. Но это не гниет, это не ржавеет, это не подвержено наводящим токам, и очень более ничем. Идеальная дорога. В принципе, за счет армирования не шумность понижается. Ну да, не шумность понижается. Там целый ряд великолепных признаков по дороге возникает. Но самое главное, ее долговечность. И это прокладывать можно хоть по болоту. Хоть на север. Хоть на север. А на севере это крайне необходимо. Потому что уничтожение севера идет страшными совершенно темпами. Вообще, стекловолокно и базальтовое волокно, я им занимаюсь достаточно удовольствием базальтовыми тканями. Ну, друзья мои, тут надо вот в чем оговориться. Так в жизни сложилось, что у меня очень много друзей и партнеров, и сорокников. А в силу моей природной любознательности... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok